К сожалению, погода Самару в последнее время не радует. Давай хотя бы выпуск. Начнем с хорошей новости. Да запросто. В Санкт-Петербурге теперь есть оракул Кубка Конфедерации. Предсказывать матчи будет один из скотов Эрмитажа. Специалисты выбирали самого общительного и самого стрессоустойчивого кота. В итоге оракулом стал кот Ахилл. Он с детства глухой, зато дает самые точные предсказания. А после Кубка Конфедерации он отправится в новый дом. Хозяев выберет из числа тех, кто будет готов его приютить. Ну, удачи питерскому коту с поиском жилья. А мы и без оракулов знаем, как идет подготовка к чемпионату мира. В эфире программа «Самара в игре» и ее ведущие Валерия Макарова и Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. До стадиона с ветерком. Подробный репортаж о том, как идет стройка скоростной трамвайной линии. География чемпионата мира. В Саранске начинают красить стадион, заодно могут покрасить и что-то другое. Узнать правила игры в футбол с первых дней до нашего времени. В музее «Самара космическая» открылась выставка к чемпионату мира. Спасать жизни под прицелом телекамер. Самарские врачи готовятся оказывать помощь в экстремальных условиях на чемпионате мира. Восемь команд и 16 жарких матчей. Что нужно знать про стартующий Кубок конфедераций? Скоростная трамвайная линия соединит стадион «Самара-арена» с городом. Строительство идет полным ходом. Трамвай будет доставлять болельщиков от железнодорожного вокзала. На каком этапе стройка сейчас, смотрите в рубрике «Самара мы сделали». Здесь пойдет трамвай от улицы Ташкентская до стадиона «Самара-арена». Вдоль московского шоссе строят новую линию. Под улицей дальний трамвай будет проходить в подземном тоннеле. Глубиной до 9 метров и протяженностью 340. На сегодня готовность тоннеля оценивают в 30%. К 1 октября монолитные работы обещают закончить. Останется только засыпать котлован и обустроить тоннель. От дождевой воды в тоннеле предусмотрен как внутренний, так и наружный дренаж. Снаружи в пазухи укладываются трубы. Используются современные технологии гидроизоляции. Такая же, как на транспортных развязках на Ракитовском шоссе и проспекте Кирова. «Внутри тоннеля будет в конструкции пути устроена дренажная канава. Установлены дренажные водопропускные лотки. Соответственно, они будут собирать воду с начала тоннеля. И атмосферные насадки в том числе собирать и выводить в единую систему дренажа. То есть вода будет уходить. То есть даже расчет здесь гидравлический произведен, даже на случай, скажем, некоторых аварийных ситуаций. Поэтому тоже проблема. Новые трамвайные линии протянутся на два с лишним километра. От улицы Ташкентской до Разворотного кольца. Оттуда до стадиона нужно будет пройти еще примерно с километра пешком. Сейчас строительные работы ведутся круглосуточно, без отставания графика. В начале работы возникали сложности по освобождению площадки под строительство объекта. В частности, вдоль московского шоссе был произведен выкуп у собственников строений и сооружений. В настоящий момент демонтированы и продолжаются демонтажные работы. В принципе, все вопросы по освобождению территории объекта решены. Трамвайная линия будет готова в апреле следующего года. Одновременно со строительством новой линии идет реконструкция путей от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Именно с площади Урицкого свой маршрут будут начинать трамваи, доставляющие болельщиков до стадиона. По маршруту предполагается всего шесть остановок. Интервал движения во время проведения игр чемпионата полторы-две минуты. А в Саранске на стадионе Мордовия-Арена начали красить металлоконструкции. Но здесь не все так просто. Подрядчики предупреждают, при сильном ветре свет может изменить все, что находится вокруг. Как уберечь машину от покраски, которую не заказывали, знают наши коллеги из Саранска. Эксклюзивная рубрика «География ЧМ-18». На парковке возле строящейся Мордовии-Арены скоро не останется автомобилей. Когда металлоконструкции стадиона начнут красить, зона наиболее вероятного поражения составит один километр. В этот наиболее опасный радиус в основном попадают стройплощадки Тавлы и часть уже заселенного юбилейного. В зоне Риска также улицы Рабочая, Крупской. По краску рассчитывают начать 16 июня. С этого дня при сильном ветре можно начинать переживать за свои автомобили и их истинный цвет. При таком ветре, как сейчас, как сегодня, это тоже возможно, что туда это все долетит. Но здесь хочется сказать, что краска в процессе полета, она высыхает, да, как это не может быть звучит, скажем так, юмористично, да. Но она высыхает и потом уже не так страшно ее оседание и попадание на автотранспорт не приведет в дальнейшем к каким-то затратам на устранение этого. Покрасть металлоконструкции заранее не позволила технология. На заводе их только загрунтовали. Если бы нанесли краску, все равно пришлось бы переделывать. Покрытие не выдержало бы сварочных работ и Мордовия-арена заржавела бы раньше положенного срока в 50 лет. Стадион в Саранске, естественно, не первая покрашенная в центре города спортивная арена. Так же делали в Петербурге и Сочи, и там вместе со стадионами цвет изменили несколько десятков автомобилей. Технология такова, краска распыляется, дует ветер, и вот уже облачко несется по непредсказуемой территории, оседает на первом препятствии. Это может быть дом, грунт или любой другой предмет в прямой видимости. Прежде всего страдают машины, которые располагаются в непосредственной близости. И максимум, что приходится с ними делать, это полировка и заниматься в автосервисах после этого. Строители обещают не красить стадион при сильном ветре, нельзя этого делать и в дождь. На вопрос о потенциальных компенсациях тем, чья машина, возможно, изменит цвет, компания-застройщика отвечать пока не готова. Очевидно, добиваться ее придется в суде и лайфхак для ленивых. Если машина не мыть все лето, краска попадет на грязь и вместе с ней смоется в сентябре. Но это, конечно, очень странный вариант. Футбольная выставка с космическими технологиями открылась в Самаре ровно за год до чемпионата мира. Она называется «Крылье будущего». Мы следили за тем, как выставка создается и теперь готовы рассказать о самых интересных ее экспонатах. Дополненная реальность, 3D-модель нового стадиона – футбольный IQ-тест. Смотрите и узнаете, почему футбольным фанатам стоит заглянуть в музей «Самара космическая». Это титульная открывающая стена выставки. На ней будет представлена информация, посвященная истории и географии FIFA. Здесь у нас будет расположена карта мира с расстановкой типологии и дизайнерских футбольных мячей. Музей «Самара космическая». Последние штрихи перед открытием новой выставки. О чемпионате мира, Самаре как городе-организаторе и футбольной команде «Крылья советов» не обошлось, конечно, и без космоса. Зачастую космонавты являются не только любителями и игроками в футбол, но и болельщиками. И здесь в специальном блоке мы рассказали о том, как космонавты у нас любят играть в футбол в условиях нулевой гравитации. Музей под ракетой – один из символов Самары на карте FIFA. И потому именно здесь обрела постоянную прописку выставка «Крылья будущего». Удивлять гостей будут почти космическими технологиями. С помощью дополненной реальности посетитель сможет увидеть стадион Самара-арена в разрезе. Здесь он позирует, чтобы прибежали папарацци, сделали с ним фотографию. Здесь забивает гол. Стать героем голевого момента футбольного матча и запечатлеть себя на фотографии сможет каждый. Поможет дополненная реальность – новая технология для Самары. Пока на экране планшета только обычный игрок в майке сборной России. Но в будущем посетители смогут отбивать мячи настоящих звезд спорта. Здесь ты можешь увидеть в дальнейшем сюрприз, кто именно, но реальных игроков, которые будут здесь выполнять различные трюки. И задумка в том, чтобы… Это огромная память. Этого не было еще в Самаре на таком уровне. По содержанию, по зонированию, как мы задумывали, наверное, это хороший вариант получился. Я надеюсь, что он будет интересен, еще когда он обрастет всеми остальными проектами, которые мы вкладывали в эту выставку. Среди экспонатов в музее есть и тест на знание истории футбола. Но насколько я хорош в этой области, сейчас проверим. 15 из 15. 100% результат. Вы тоже можете его повторить. Выставка будет работать вплоть до чемпионата мира. К чемпионату мира готовятся и самарские врачи. Сотрудники более десятка медучреждений тренируются на стадионе «Локомотив». А на самих матчах будут работать 26 медицинских бригад. Сейчас они тренируются в оказании первой помощи пострадавшим на поле и на трибунах. Об одной из таких тренировок расскажем в рубрике «Добро пожаловать». Две минуты на то, чтобы добежать до пострадавшего и начать оказывать помощь. По легенде, у футболиста внезапная остановка сердца. Бригада у кромки футбольного поля на передовой. Именно они должны реагировать и действовать быстро. Тем более, когда на них смотрит весь мир. Ответственность, особенности работы под телекамерами, фотокамерами огромная. Здесь нет права на ошибку, как и нет вообще в медицине. Но в то же самое время есть крайне высокий уровень ответственности и готовности. Одновременно сердечно-легочной реанимации пострадавшего нужно унести с поля. Это делают короткими перебежками по 10 секунд. Футболисты, как правило, это тяжелые люди. И их нужно уметь прокачать. Это не вот там такой щуплый мальчик, у которого два раза нажал и у него все завелось. И нужна хорошая физическая подготовка. Выносливость повышают на стадионе и в спортзалах. Тренируются два раза в неделю. Во время матча на поле будут дежурить две бригады. В каждой анестезиолог-реаниматолог и три пара медика. Рядом врачи самых разных специальностей отрабатывают навыки непрямого массажа сердца. В роли пострадавшего манекен со специальным датчиком, чтобы во время спасения не сломать человеку ребра. Вот, вот это вот значит мы сломали ребро. Чтобы отработать силу нажатия, вот это как бы нам дает знак. А как вы знаете, что он? Стойте, пойдет. Шутки на учениях, а в бою все должно быть серьезно. На стадионе будут работать 18 медицинских пунктов, рядом дежурить больше 10 скорых. Врачи готовятся работать в самых разных ситуациях. Обмороки, переломы, черепно-мозговые травмы и ЧП с большим количеством пострадавших. В случае чрезвычайного происшествия с большим количеством пострадавших. Чтобы правильно расставить приоритеты, кому необходимо помощь оказывать на месте, кого в первую очередь транспортировать. Тренировки будут идти до марта 2018 года. Затем врачи начнут дежурить на стадионе Самара-Арена и других крупных объектах чемпионата. Пока Самара только готовится принимать большой турнир. А в четырех российских городах уже завтра стартует Кубок Конфедераций. Это традиционный турнир, который предваряет чемпионат мира и собирает сильнейшие сборные с каждого континента. За какими матчами стоит следить в первую очередь и чем запомнились предыдущие турниры, сейчас и узнаем. Кубок Конфедерации Победители полуфиналов сыграют в главном поединке Кубка Конфедераций, проигравшие в утешительном финале за третье место. Для нашей сборной это очень важный турнир. Именно в ближайшие две недели мы узнаем настоящую силу команды. По прошедшим контрольным и товарищеским матчам трудно делать какие-то выводы, что хорошо начинать турнир россияне будут против Новой Зеландии. Соперных не из простых, но на Кубке Конфедерации больших успехов не добивался. Так что победа сможет дать положительный импульс российским футболистам побороться за выход из группы. А подтвердить успех придется, выиграв против Мексики и Португалии, лидером которой является один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. В другой группе выделяется матч Германия-Чили. Обе сборные – фавориты Кубка Конфедераций. Сразятся они 22-го числа в Казани. Впервые подобный турнир, еще под названием «Интерконтинентальный чемпионат», состоялся в Саудовской Аравии в 92-м году. Участие в чемпионате принимали только шесть сборных, а с 97-го года Кубок Конфедерации обрел свой формат – восемь сборных. Шесть континентальных чемпионов, победитель Мундиаля и страна, принимающая Кубок. А уже с 2005-го года турнир официально стал генеральной репетицией Чемпионата мира и проходит за год до большого турнира. Сборная Бразилии чаще других выигрывала Кубок Конфедерации четыре раза, а вот сборная Дании выступала успешнее всех – одно участие, одна победа в 95-м году. Хозяева побеждали только трижды – Мексика в 99-м, Франция в 2003-м и бразильцы на предыдущем турнире в 2013-м году. Будем наблюдать, получится ли у России повторить этот успех, и, конечно, будем болеть за нашу сборную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова